МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Топрак-Кала, пожалуй, один из самых известных памятников для неухаризмы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расположен в землях Еликалинского района. И на сегодняшний день представляет собой четырехугольник сольцовых стен размером 500 на 350 метров. Местами стены, которые в данный момент мы можем наблюдать как валы, сохранились на высоту 8-9 метров. В южной стене городища располагался вход, главные ворота, которые были укреплены предвратным сооружением, так называемым предвратным лабиринтом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От ворот в южной стене начиналась улица, которая делила городище на две части. Черна улицы составляла 8,5-9 метров. От главной улицы перпендикулярные стороны отходили второсепенные улицы. А за главным храмом в северо-восточной части городища был сооружен так называемый высокий дворец или трехбашенный дворец. Как подсчитали исследователи городища, для сооружения этого цоколя было использовано около 2,5 миллионов сердцовых кирпичей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За время исследования городища наиболее резонансные и громкие в научном мире находки были сделаны здесь, на высоком дворце городища. К этой категории находок относятся настенные росписи, а также дворцовый архив. Это древнехаризмические надписи, выполненные арамейским шрифтом. Дворец состоял из более чем 130 помещений. Многие из них получили название этим сооружением, этим залом, дали настенные росписи. Например, вот если мы посмотрим сюда, направо, то увидим на стенах вырезанные круги. Это так называемый зал с кругами. Также здесь был самый большой зал, это тронный зал. Также здесь были обнаружены такие сооружения, как зал с оленями, зал танцующих масок, зал чернокожих воинов, ну и так далее. Так, по предположению исследователя, Тупракала являлась резиденцией шахов харизма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова